Всем здравствуйте. Это июль, восточный Казахстан. Лето было очень жаркое. Здесь будет чередоваться некоторые дни. Основной фильм про озера Таинты и жара была в этот день. Около 40 градусов, что 39 с чем-то. Но тем не менее озера сильно не прогреваются наши, несмотря даже на жару. То есть невозможно зайти в воду, ну как на Черном море или в Индийском океане. Я уже не говорю про эту удивительную реку Иртыш. Там вообще розовый туман, сиреневый так называемый. Песня есть такая. Сиреневый туман над нами проплывает. Кондуктор, не спеши. А сегодня у нас первая или кое еще ничего вообще? Вторая, кажется. Второе июля. Проверяем опять товарищи. Мы косынкой. Невозможно дышать. Я не понимаю, как они бедные на территории завода дышим. И еще сегодня бегло. Сколько градусов? 30, да? Только, возможно, опять сто раз говорю. Вот мы заезжаем сюда на эту территорию и включаем кондиционер с заглушкой. Как тут бедные люди, я вообще не представляю. Или это шашлычники опять виноваты? Хотя тут шашлычников мы не наблюдаем. Как-то у нас кто-то сказал. Это шашлычники виноваты. Они загрязняют город. Первый раз, по-моему, лет за 10 мы видим грузовой состав. Ну, в принципе, мы на первый раз так и едем. Уже с часов вечера сейчас. Длиннющий, предлиннющий, наверное, вагон 50-й большой. Который едет из Ридера. Кстати, говорили, что будут строить дорогу параллельно вот этой же две дороги через Топиху в Ридер. Он же Лениногорск. Сказали, не рентабельно. Да? Не будут пока строить. Ну, это просто Акима переизбрали, а тот-то обещал по идее. Четыре часа утра. Вот кошки не спят. Четыре тридцать. Нет, ровно четыре. Попробую встретить рассвет. Любимая наша улица Жакарима. Мы одни во вселенной. Кто бы мог подумать. А сегодня четверг и среда. 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 12 июля. 12 июля. Мне даже послышалось июня. Четыре часа. Четыре четырнадцать. Я говорил много рассветов, что-то на, по крайней мере, на нашу жизнь количество рассветов все время уменьшается. Последний рассвет мы встречали в апреле. Когда ездили в Астану. Это был последний рассвет. Это был апрель, май, июнь, июль. Через три месяца. Получается, у нас так если пойдет, то в один рассвет в квартал. И то сегодня с трудом тоже мы так просыпались. Наташа готова была сдаться, да, Наташа? Она говорит, давай тогда ты тоже ложись спать, говорит. Она была согласна еще поспать. Но. Вот одна из высоких точек в Каменогорске. Это мост через Ульгу. Там сейчас было розовое. Но какие-то точки. Точки нам могут помешать. Но. Всем советую. Единственный момент, когда вы можете поговорить с Селенной. Это вот на восходе солнца. А то я выскал закат, да. Ну и на закате тоже. На восходе солнца можете кое-что. Кое-что можете попросить. Не материальное. Вон там розовые, розовые облачка. Потратье такое удовольствие, чтобы здесь один транспортабельный элемент. Советую проснуться иногда в 3.50. А потом поскандалить женой обязательно с утра, чтобы быстрее сибилилась. И потом вдохнуть утреннего воздуха. Вот утренний воздух, конечно, у нас в Каменогорске, слава богу, всегда замечательный, чистый. Независимо даже от того, что иногда бывает невозможно. Представляете, вот как пандемия. Никого нету. Все еще спят. На пешеходы же ездят. Коли Костюченко никогда не забуду. Песню. Из Черниговской области, кстати, был. У нас учился в рыбохозяйственном институте. Спит инженер. И спит рабочий. Фантастика вообще. Ну, практически у нас тоже так логически, если рассуждать белую ночь. Вот кто, если страдает по белым ночам питерским. Ну, можете проснуться вот тоже в четыре часа. И вот она, белая вам ночь. В один. В один. А вот наш Арбат. Пустой абсолютно. А сейчас снимем вам пустую площадь. Площадь Республики же называется она, правильно? Да. Да. Просто ради такого удовольствия покататься, что ну нет никого вообще. В один. Пусто вообще. Класс. Нет никаких светофоров. Нет никаких светофоров. Чтобы вот эта улица. Эта улица Казахстана же? Да, да. Чтобы вы ехали вот так вот. Один. Только ради этого чуда стоит. Мы потеряли духа в антюризме. Чего-то нету вообще романтиков. Романтики с большой дороги испарились все. Никто не встречает рассветы солнечные. А вот в пальмовых странах так называемых там очень много любителей встречать Рассветы. И закаты провожает солнце. И на мосту мы сейчас будем одни. Но это вообще будет чудо сейчас. На кольце одни это вообще фантастика. А вот на мосту. Наша речка замечательная. Батюшка. Иртыш. 40 процентов водных запасов Казахстана все здесь у нас. 40 процентов водных запасов. Почти половина. А пресной воды 80 что ли процентов. Литр. Она будет. Потому что соленую там естественно. 40 процентов сюда она не будет в этот диапазон. Проспект Садпаева. Первый академик. Казахской академии наук. Председатель академии. Первый. мы тоже одни вот ворона еще проскатала как в жизни все просто можно увидеть удивительное там где этого никто не ожидает перевал чечек мы одни мы как заснений мы практически одни вот все раз два и все больше чумачечек нету никого солнце вот в этой стороне пока не торопится с нами разговаривать а мы едем на озерах и на озерах там по спинку там вот лошадки сейчас были хозяева дорог ходят спокойно вообще прям по центру дороги а здесь вот такое представление разыгрывается всепланетное это район Самсоновки дача за Самсоновкой наш любимый район Мамай-Батыра он же Васильевка это ребята нам сюрприз смотрите видите нимб настоящий солнечный нимб это уже район Ленинку мы проехали да но красиво смотрится это правда такое чудо первый раз в жизни но сначала был прям настоящий прям круглый-прикруглый так что утром нужно выезжать обязательно и вам воздастся на ТНТ мы пока направляемся вот сейчас сколько там 5.21 да и видите малыши молодцы какие настоящие малыши так это они идут еще с рюкзака потому что у них там продукты и тут пасти конечно класс вот это настоящие труженики кто вас кормит и поет у нас имеются бездельников кто на диванах лежит сейчас Торгинское стадо удивительная речка Торгинская где замечательные настолько плоские камни ребята нигде в мире я таких не видел какие вот в этой речке Торгин прям настоящие природные замечательные удивительные плитки только их на век положил и век она будет служить себе Торгинское ущелье между Торгином и Тентами все происходит раз в сезон в этом году правда мы еще зимой съездили но сам есть фильм можете глянуть доехали мы до Коктау Шибендеколь ух ты смотрите как корова нападает вон тазы настоящие тазы стопудово это вообще вылитая один пуля в пуля ух ты это породистая чисто казахская порода а это вот современные сейчас видите пастухи так намоться 6 часов утра доехали мы до Тенту сейчас мы наверное маленько поспим потому что я то вообще всю ночь не спал но и понятно что мы приехали как бы с жары сегодня мы ездили куда ехать там вниз или вверх не знаю сейчас мы тут ягодки посмотрим землянику грибы навряд ли конечно а вот земляника может быть здесь тоже замечательный сосновый бор господи пронеси нас от всего сами знаете от чего то что было в Абайском в Абайской области и вот в грибные времена здесь вот прям вот тут просто заходите и здесь грибов миллиарды всяких в грибные времена сейчас навряд ли пока потому что пекло стояло и стояло и стояло сегодня вообще обещают 40 и завтра 40 два уникальные дня предупреждение по всему Казахстану но вот ягоды могут быть ну вот на нижнее озеро видите туда мы не поедем или поедем наоборот или наоборот поедем на нижнее озеро даже на нашей самая самая низкая машина это Toyota Corolla на низней Шебендеколь дорога ну так себе любой проедет автомобиль если низкая ну что Corolla это самый низкий автомобиль всех седанов у него база какая-то непонятная вроде широкая поэтому в колею если обязательно пузом все соберешь поэтому без защиты вообще никак на верхней мы не поедем ТНТ в этот раз как-то не соскучились смысла не видим вот на нижнее сегодня воду попробуем плюс 35 якобы здесь обещают мы сегодня здесь естественно самый первый потому что 6 утра всего лишь вот и лаванду лаванду хотим понюхать пособирать чуть-чуть лавандовый чай попьем ну а вот оно и озеро смотрите тут оно начинается вот так оно вам во всей красе выглянуло и коктау здесь база санаторий санаторий приближай они спрятались уже все не вон они они плывут вон они плывут вся стая камыши это для утят вот красотолики какие это утят или кулики я плохо вижу не знаю а ну-ка дай мне бинокль все выключайся ага самый лучший это вот природный газон смотрите вот никто же его не стригет вот такая удивительная трава и что намусорили уточек на озере очень много а это что-то они хотят построить тут раструбы привезли отсыпаетесь вот в таком замечательном месте но машину уже переставили потому что солнце насветило и смотрит на вас вот это дерево где оно дерево которое похоже на лесу вот видите вот он носик вот они ушки у нее у нее ну правда лапа у нее как крыло но настоящая огромная зеленая лисица и все соединилось ловучая черепаха травку кушает видео их в этом году вы в том там ягодник мы не нашли в лесу зато здесь на солнце вот возле карагайниковых таких оазисов ягод сколько хочешь видите там красненькая потом наташа прошлый раз вон она огромная а также прошлый раз сорвала с усиками сказали что мы вандалы то самые лучшие ягодники как будто бы газонная трава видите сколько много там и и прячется выгодно очевидно вот я думаю вот это сто процентов порелевый садок а здесь они вот возле берега что-то строит наташа пошла там с биноклем смотреть они возмущались в завершении хочется сказать радует меня очень что развивается рыбное хозяйство дай бог чтобы это было выгодно всем кто умудряется в основном кстати даже без образования хотя из моего образования я мало что уже помню если честно вот кстати это мой товарищ бельгии однокурсник тоже ихтеолог рыбовод ведь все в тему это и о том что садки меня порадовали которые мы увидели на озере тайнты это здорово замечательно икра будет дешевле